В эфире программа ОМК ТВ в студии Марина Некрасова. Здравствуйте! В селе Шаталовка ремонтируют храм Рождества Пресвятой Богородицы. Здесь ведутся масштабные работы по реставрации фасада здания и замене кровли. На это направлено 5,5 миллионов рублей. Средства были выделены «Металлоинвестом» в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве с правительством Белгородской области, а также благодаря дополнительному финансированию компании, рассказывает Екатерина Пресенко. Пожалуй, ни в одном селе Староскольского округа нет такого большого храма, как в Шаталовке. Он рассчитан на 800 прихожан. Его высота – 21 метр, а диаметр купола – больше 8 метров. На объект подрядчик зашел в апреле этого года. За ходом реконструкции следят кураторы Управления капитального строительства и ремонтов ОМК. Фронт работ для строителей немалый. Только площадь кровли, подлежащей замене и утеплению, более 800 квадратных метров. Сейчас, в настоящий момент, мы выполнили 50% работы. Также параллельно с этим делаем капитальный ремонт фасада. То есть отбиваем штукатурку, в местах частично восстанавливаем, где-то штукатурим, красим. Работа запланирована закончить сентябрь месяц. Этот красавец храм еще совсем молод. Его строительство начали в 2007 году, а освещен он был в 2011. Но, несмотря на свой небольшой возраст, он нуждался в помощи строителей. Фасад утратил свой благолепный вид, а прохудившаяся кровля стала причиной многочисленных протечек, из-за которых страдало внутреннее убранство. Прихожане были обеспокоены таким положением дел, ведь храм – место, где живет душа села. Стоимость ремонтных работ составила 5,5 миллионов рублей. Такую сумму сельский приход просто не в состоянии был собрать самостоятельно. Активная группа прихожан обратилась к Андрею Алексеевичу Угарову с просьбой о том, чтобы помочь нам совершить ремонт храма. Как же я уже говорил, текла крыша, обвалился фасад, и вся вода, которая текла с крыши, она не уходила по водостокам, а текла по стенам храма. И вот поэтому люди обратились к нему и услышали отклик, приезжали к нам, сделали полностью проект ремонта храма, и в этом году мы начали. Мы выражаем благодарность компании «Металл Инвест» за оказанную нам помощь в ремонте храма, ведь своими силами мы что старались, мы делали, но, к сожалению, такой огромный объем работ мы не в состоянии своими силами это сделать, и благодаря компании «Металл Инвест» мы имеем то, что имеем. Понимая значимость объекта в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве с Белгородской областью, финансовую помощь оказал «Металл Инвест». Это позволило не откладывать работы на долгий срок, и уже осенью храм Рождества Пресвятой Богородицы вновь воссияет во всем своем великолепии. Не только приятная, но и полезная традиция существует в автотранспортном цехе ОМК. Здесь сотрудникам, в чьих семьях появляются малыши, дарят детские автокресла. Такой обычай в цехе появился по инициативе самого коллектива. Нужные подарки родителям вручают в торжественной обстановке. В 8 утра коллектив автомастерской завершает разнарядку. После официальной части переходят к торжественной. В коллективе праздник. У одного из сотрудников автотранспортного цеха, слесаря по ремонту автомобилей Александра Погребнова, родился сын. Савелий стал вторым ребенком в семье. Часть рождения малыша с коллегой разделяет весь цех, и по случаю семье Погребных приготовили нужный подарок. Если от нуля на самой школе возили кресло сертифицировано, согласно всем требованиям школы, поэтому успехов тебе, здоровья, твои недели. Спасибо. Традиция вручать детские автокресла сотруднику, у которого появился ребенок, родилась три года назад по инициативе начальника авторемонтной мастерской Дмитрия Котова. Эту идею охотно поддержали в цехе. Вышел к руководству цеха с предложением, что давайте будем людям, которые становятся родителями у нас в мастерской, от руководства цеха, от коллектива вручать автокресла. Наш начальник поддержал инициативу эту, и вот с 2015 года данное кресло уже является пятым. Дважды папа Александр Погребной уверен, автокресло не просто важное, а необходимая вещь для безопасности ребенка. Их семья ведет активный образ жизни, а значит кресло пустовать не будет. Эта вещь очень нужна семье. Тем более это у меня уже второе кресло, первое я покупал сам для первого ребенка. Первый ребенок у меня спортсмен, он вот с пяти лет в бассейн ходит, занимается профессионально, а шести начал еще плюс ходить на фокус, на кикбоксинг. Ну, ничего, молодец, справляется, как бы все хорошо. Думаю, что Савелью по его стопам пойдет. До конца года еще в трех семьях работников цеха ожидается пополнение, и каждая получит такой же нужный и полезный подарок. 5 июля состоялась встреча ветеранов комсомола Белгородской области и ОМК, посвященная предстоящему столетию ВЛКСМ. В формате диалога она прошла в Совете ветеранов комбината. Также металлурги и приглашенные гости вместе посетили музей трудовой славы предприятия, окунувшись в прошлое и вспомнив, с чего все начиналось. Подробности у Елизаветы Шатохиной. На встречу с ветеранами ОМК приехали 9 комсомольских лидеров разных лет из Белгорода и Губкина, бывшие секретари областной организации, а также активисты пионерского движения. Все они в той или иной степени внесли свой вклад в создание горно-металлургического комплекса региона. Делегатов ждал теплый прием. От руководства предприятия для каждого из них был подготовлен небольшой памятный сувенир. Почетным гостям их вручила директор по социальным вопросам ОМК Ирина Дружинина. Мне это лично все тоже очень трогательно, ваш приезд, потому что мой отец Анухин Виктор Васильевич, один из первых, кто с первого дня работал на комбинате с 1974 года. Поэтому мне все это тоже очень приятно. Я желаю вам сегодня хорошего, интересного дня, хороших, ярких, позитивных впечатлений. И, конечно же, на будущее тоже здоровья и такой же бодрости духа и оптимизма, каким всегда отличались комсомольцы. Беседа прошла на искренней ностальгической ноте. 18 ветеранов производства приняли белгородскую делегацию как старых друзей. И это неудивительно. По словам участников мероприятия, сила комсомола в единении. Очень жаль, очень жаль, что у нас как-то в стране сейчас немножко утихло вот это движение, пионерское и комсомольское, потому что молодежь должна быть организована. Ведь мы работаем еще в пионерии, пионерских организований, у нас пионерские отряды были. Мы устраивали соревнования между друг с другом и спортивные, и по успехам. И готовили для поступления в комсомол. Это сплачивало молодежь, понимаете, сплачивало. Комсомол я вступил еще в Западную Украину. Это строительный техникум. И в 1956 году в армию попал. Но комсомол меня в 1956 году уже наградил нагрудным знаком ЦК ВЛКСМ за освоение целинных и залежных земель. Я в основном все время был в работе. Но дело в том, что я, и вот я же знаю этих всех людей на ОМК, и знаю тех первых еще комсомольцев. Вы знаете, меня удивляло в то время, что все-таки они верили в то, что они выполняют функции, которые помогают жить людям. Гости не только вспоминали прошлое, но и делились с металлургами собственным творчеством, которое было навеяно их приездом на Оскольскую землю. Славься, Оскол, город-воин-герой! Славься и шли озарения! Старый Оскол, подвиг твой трудовой, дарит всем нам вдохновение! В преддверии столетия ВЛКСМ приглашенные ветераны комсомола, а также первопроходцы ОМК посетили музей трудовой славы комбината. Для каждого из них это значимый момент. Яркие воспоминания о молодости, о том, как строили Оскольский электрометаллургический комбинат, осваивали его сложнейшее оборудование и вместе трудились на благо всего края. Все сюжеты нашей программы можно увидеть в YouTube, на канале Оскол Сити, а также на одноименном информационном портале. А на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Всего доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok